Я тут. Так, мы, значит, сейчас пока все собираются. Хей-хей. Чао. Ну что, что-то мне понравилось, хотя я не люблю прямые эфиры, но последний раз какой-то получился у нас чудесный, на мой взгляд, и было очень интересно с вами пообщаться, хотя я больше читала вопросы, которые вы писали под постом заранее, и мало читала то, что было онлайн, и я подумала, что как будто есть какое-то незавершенное дело, и я решила, типа, долгое время не ждать, чтобы снова зайти к вам, с вами пообщаться, поэтому вот я здесь. Придаю привет Алине, всем привет. Расскажи про новых девчонок. Это то, чем занята моя голова вообще каждый день сейчас. Ну что я скажу? Значит, во-первых, увидела, мы с Катей увидели девочек первый раз на радио. Такое было очень спонтанно, не то же спонтанно, это было очень как-то сумбурно. Я думаю, многие смотрели, кто эфир на Лав Радио, видели, что мы так как-то смотрим сбоку, потому что мы внутренне их рассматривали. То есть мы сидели, нам даже было, то есть вообще мы следили за всем, за их мимикой, за всем, какая энергия от них исходит, она очень, ну вот от каждой девочки разная. Кто-то помягче, кто-то пожёстче, в общем, на радио увидели. Мы, конечно, знаем, что сейчас у девочек очень много всяких, они проходят, ну как сказать, этапов. У них было сначала радио, а сначала, да, мы встретились на радио, потом они пошли на спорт, нас там не было, мы подумали, что мы не хотим их смущать сильно. Вот. Потом, что у девочек? Потом мы подумали, что будет прикольно, если они будут делать макияж. Мы смотрели, как они, во-первых, как они умеют работать в компании, потому что их было трое, нам это тоже было очень интересно изучить, потому что всё-таки в серебре им придётся быть не одним, а вместе с нами, взаимодействие. Иногда действительно там кто-то, по-моему, вжаловался у Насте Грибкова, что вот, у меня что-то нехорошо получалось, потому что у неё там кисточки не было, которые надо. И на самом деле это очень прикольно, интересно, потому что в жизни бывает так, что кто-то что-то забыл, я не знаю, потерял, что-то нет. И как ты умеешь делиться, как ты умеешь распределять. И у них был на время конкурс, этот нужно было сделать два макияжа, обычный и яркий. Вот. В общем, у них впереди, скажу честно, ещё есть определённые интересные, на мой взгляд, этапы. Они уже будут интересны и нам. Честно говоря, я не знаю, насколько я вообще могу об этом говорить. Может быть, это сюрприз для вас. Но я не знаю, ладно уж, я поскольку говорю. Пусть, если кто-нибудь видит из нашей команды, меня не ругает, потому что я... Кстати, мне кашляют, кто не знает, я болею чуть-то, поэтому не обращайте внимания. Ну, в общем, впереди у них очень много интересных испытаний. Скажу честно, там будет детектор лжи даже, потому что иногда... Ну, когда человека не знаешь, он же может говорить всё, что он хочет, но правда это или нет. Потом они будут встречаться с психологом. Так, мне никто из наших не пишет, не помню, молчи. Но на самом деле я хочу с вами поделиться этим, правда. У них будет психолог, детектор лжи. Вот. Я надеюсь, что они всё с достоинством пройдут. Вот. А, ну и самое главное, они будут петь вокал. Потому что всё, что мы видели на видео, это одно. И посмотрим, как они будут справляться с песнями группы Серебро, с нашими песнями. Кстати, кто считает, что у нас очень простые песни вокально, это на самом деле не так. Потому что в эти песни нужно вкладывать настолько сильно свою душу, своё сердце, что это кажется очень простым. Но на самом деле не каждая с этим справится. И посмотрим, кто что умеет, кто сможет донести. Из девчонок, мне кажется, это очень важно. Вот. По-моему, я вам сказала кое-что суперэксклюзивное, потому что это ещё никто не анонсировал. Ну, ну и ладно. Я имею право быть с вами честной и откровенной. Вот. Но кто спрашивает, знаем результаты? Нет, результаты ещё не знаем. Ничего мы не знаем. Всё пока тайно и для нас. Не то, что тайно, мы поэтапно будем смотреть, кто с чем справляется, как себя проявляют. Так, есть ли желание заняться чем-то серьёзным, помимо серебра, возможно, связанным со сценой, например, продюсированием кого-нибудь, видимо. Ну, так или иначе, я что-то ещё делаю помимо серебра. Во-первых, я пишу тексты для наших песен, пишу стихи. Сейчас я занимаюсь очень интересным проектом тоже. Ну, я сама его себе придумала, так скажем. Я пишу интересную очень серию в стихотворной форме. В общем, пока не буду раскрывать идеи, но вообще это очень такая для меня сейчас очень серьёзная тема, как я к ней вообще подхожу так осмысленно. Вот. Поэтому посмотрим. Обязательно поделюсь, когда я это сделаю. Сейчас это вот я пока только кое-что уже сделала, но дальше даже половину ещё не написала. Почему? Что-то я не поняла. Можешь оставить группу ради поэзии? Ну, слава богу, ради поэзии мне группу не приходится оставлять, потому что это две вещи, которые взаимосочетаемые, которые я делаю в разное время. Например, пишу я только дома, а работаю я как раз не дома, где угодно, в разных городах. Недавно ты была... Вот так. Беларусь, привет! Привет, каханая моя Беларусь! В ближайшем концерте у нас будет в набережной Челнах, у нас там будет большая фотосессия, автограф-сессия, поэтому... В смысле, автограф-фотосессия, автограф-сессия со всеми, кто придёт к нам. Поэтому очень ждём вас. Приходите, будем фоткаться, общаться. Оля, у тебя космический мейк. А ближе покажу. Да, я сегодня экспериментировала, как раз, честно сказать, сижу дома, и вот решила что-то поделать. Я такие цвета этой осенью, по-моему, первый раз накрасила. Обязательно про них расскажу. Кстати, я вот подумала, что почему бы действительно не делать это. Вот даже так в прямом эфире. Я хочу просто придумать что-то интересное, а потом, наверное, каждый раз возвращаюсь к чему-то очень простому. Казахстан, привет! Абакан, привет! Нас везде ждёте, и я тоже очень мечтаю быть в каждом городе у вас. Прическа ни о чём. Да я не делала прическу, я просто собрала волосы в пучок. Вот, я никуда не собиралась. Я просто так вот, кстати, я решила просто так сейчас дома побыть красиво. У меня рука дрогнула, и я начала краситься. Комплименты мне пишут. Спасибо вам большое. Вы не против, если я буду пить чай, просто чтобы они вас просто своим кашлем не заглушить. Да, можно? Катя тоже дома у себя. Я пью чай всегда из огромных чашек. Так, смотришь, пусть говорят. Нет. Ну, иногда там бывает интересная тема, но сейчас нет. Привет из Осетии. Осетия, привет! Обожаю вас всем в сердце. Да, всё моё. Кстати, недавно читала какие-то споры. Поэтому делала я что-то своим лицом. Пластик, умеется. Ничего, клянусь. И ничего не качала, не колола туда-сюда. Вот. В общем, кстати, насчёт... Вот с этим кастингом я иногда захожу, переживаю очень за Полину, потому что ей сейчас очень сложно. Она находится в таком промежуточном периоде, когда она уже объявила о том, что она уходит. А при этом ещё, ну, физически мы ещё не выбрали другую девочку, поэтому она в группе. Мы выступаем, нормально работаем вместе с Полиной. Впереди у нас ещё концерты. В любом случае, до момента, пока мы не выберем другую девочку и не подготовим, Полина будет в составе группы «Серебро». Конечно, мы хотим быстрее подготовить, потому что, мне кажется, уже... ну, такой уже момент, когда нужно это сделать. Но, поэтому, не закидывайте её сообщениями, ушла ты, не ушла, потому что она в группе с нами, мы её очень любим. И, наоборот, сейчас я хочу, чтобы все концерты, которые будут в ближайшее время, они были какие-то особенные. Мне хочется сделать... создать какой-то временной такой люфт для неё, где... в котором ей будет очень комфортно, чтобы она... просто прокайфовала всё это время. Полина не может остаться, потому что это было желание Полины искать себя в чём-то другом, искать себя в... искать своё сердце в разных местах, наверное, в разных местах, точках мира. Мне кажется, она хочет этим заниматься, и мне кажется, это очень круто, когда человек открыто говорит о своих желаниях. поэтому... Полина, если вдруг ты смотришь этот эфир, я, кстати, не знаю, интересно смотришь, ты не смотришь, может, такие дела, но я тебя люблю. Так, Оля, спой, ребят, пожалейте меня, у меня... реально, я очень болею, но горло болит. Оль, давай лучше пошутим. Давай. Давай, я хочу шутить тоже. Оля, тяжело привыкать к новому человеку в группе, принимать его? Ну, знаешь, это зависит от твоего собственного настроя, ну, мне лично, да, то есть, но я всегда, когда это происходит, эти этапы, они почему-то происходят, ну, то есть, когда они происходят, я уже подготовлена к этому, поэтому я с большим сердцем принимаю, но, конечно, важно, чтобы человек был, энергетически с тобой совпадал, это очень важно, и вот сейчас, в данный момент, мы тоже, девчонок, смотрим, почему мы хотим участвовать, ну, то есть, следим за их этапами, вот с макияжем, с Катей мы придумали эту тему, потому что нам хочется начать чувствовать кого-то, хотя решение будет принимать, конечно же, команда, не мы, потому что мы не хотим этого делать, чтобы, ну, потому что я уже говорила, это, что когда-то на месте девчонок были и мы, поэтому не хочется, чтобы кто-то, кроме Макса, наверное, в главной степени был ответственен за это, вот, привет из Питера, из Крыма, всем привет, что я красивая, спасибо, так, приезжай в Симферополь еще, обязательно, мы, кстати, никогда практически, ну, вообще в крайних случаях, когда только у нас куда-то, мы не опаздываем, нас не уводят, может быть, из-за безопасности, мы никогда никому не отказываем в фотографиях, мы всегда фоткаемся, я, очень люблю фоткаться с вами, так, значит, так, Оль, привет, извините из Алматы, в группе, тебя достаточно круто, любите, ну, группа Серебро, это все-таки группа, состоящая из трех людей, из трех девчонок, самых крутых, и, не то, что крутых, но мы все разные, но мы вместе дополняем, это, как, знаете, как букет цветов, в котором несколько цветов, и, когда они вместе, получается какой-то невероятный, суперкрутой аромат, но он сочетание, он есть сочетание этих, ну, к примеру, трех цветов, вот, поэтому, в Питере, я, честно говоря, по 10 декабря, будет ли Полина в Питере, или нет, я еще не знаю, потому что мы посмотрим, как кастинг будет идти, но, если так случится, я буду очень рада, какая кандидатка больше нравится, ну, я пока еще не знаю, мне кажется, я буду ждать, честно сказать, вот этих этапов с психологом, я буду очень ждать этапа детектора лжи, мне очень интересно, как девочки себя проявят, не то, что хотят они нам показать, потому что сейчас они нам, ну, нам все они нравятся, они, правда, очень классные, они очень интересные, но, посмотрим, как они проявят себя у психолога, к примеру, мне это очень интересно, и уже от этого я буду отталкиваться, ну, лично я, что директ не читаешь, серебра, уважаю, когда моя фамилия так, ну, типа, коверкает, но я директ не читаю, потому что у меня очень много сообщений, и я не всегда успеваю, кстати, те, кто пишет мне, если что, сори, но я стараюсь иногда читать, но, и плюс ко всему, у меня есть там, видимо, из-за того, что очень много сообщений, они не все мне приходят, я не всегда их вижу вообще, про фиты я уже рассказывала вам, с кем, пока я ни с кем не хочу фит, ну, а там фит такое делает, мне кажется, какое-то совпадение двух артистов, если такое совпадение случится с кем-нибудь, то я не буду, ну, как сказать, не буду это ставить, как алгоритмы, типа, надо, не надо, я просто, если мое сердце захочет, то оно, я так и сделаю, вот, Макс выбирает сердцем, да, действительно, Макс всегда выбирает сердцем, именно из-за этого мы с Катей не хотим ему говорить, там о том, какие у кого плюсы, какие минусы, мы хотим, чтобы Макс сам это увидел и сам это почувствовал сердцем, да, привет из всех городов, которые мне пишете, Уфа и так далее, значит, когда следующий трансфер, так мы сейчас все это еще не закончили, когда следующий, я не знаю, я в этом смысле очень непредсказуема, потому что я глобально не очень люблю прямой эфир, из-за того, что происходит общение, только я говорю, а вы мне пишете, то есть это как такое, ну, со стороны такой, ну, как странно, я не знаю, я не люблю вот эти монологи, я вообще не очень много говорю, люблю говорить о себе, или там, как бы вы сейчас ни подумали, я реально не очень люблю много просто говорить, такой, но сейчас я почувствовала, потому что в прошлый раз, когда я его делала, а это было то ли вчера, то ли позавчера, я уже не помню, у меня что-то дни уже перемирили, как-то быстро идут, мне показалось, что я, мы не договорили, надо продолжить, вот, Пурстом, Стойман Спаррифай, а что его там нету, когда новая песня, но я думаю, что она не за горами, но покайфуйте, пока сейчас от космоса, потому что, мне кажется, его нужно прочувствовать, прожить подольше, вот, вот, я, кстати, возвращаюсь, к испытаниям, которые будут у девочек впереди, вот, я уже сказала, что, самые, ну, мой самый, вот, после чего, наверное, я составлю свое мнение, об этих девчонках, о всех трех, они, сейчас мне нравятся все одинаково, это после детектора лжи, потому что, признаюсь честно, я за свою жизнь видела, как много и хороших людей, наверное, как и все, так и в моей жизни были неискренние люди, которые говорили что-то, потому что им это было удобно или нужно в данный момент времени, и мной, моим сердцем очень много пользовались, поэтому я не люблю неискренных людей, которые, конечно, от этого нельзя никак застраховаться, но я просто очень их боюсь, потому что я всегда очень открыта и нараспашку, и из-за этого можно легко этим воспользоваться, вот, но вообще, да, этапы, наверное, если брать детектора лжи, то для него, наверное, я не знаю, как они там будут делать, команда наша, выстраивать, в каком порядке все это, но вокал, вокал, это вообще очень важно, причем важно, чтобы, ну, во-первых, мы уже знаем точно, что у них у всех очень красивые тембры голоса, у двух Настя, у Насти Попова, Настя Грибковой, и у Тани, у них очень интересные тембры голоса, мне это, ну, я всегда слушаю тембры голоса, потому что он может как тебя ласкать, так тебя и как-то будоражить, но не очень, вот, у девчонок, слава богу, классные, посмотрим, как они будут справляться с песнями, потому что, опять же скажу, что они, ну, многие говорят, ну, то есть, что наши песни, на самом деле, очень сложно петь, потому что их нужно петь очень правильно, очень своеобразно, у тебя фиговый голос, я ничего не про это не скажу, потому что, ну, что я сделаю, если тебе не нравится, ну, я стараюсь, а вот, вообще, передаю привет Олегу Майами, который сейчас смотрит мою трансляцию, он мне присылает вот такую, вот такого маленького зайчика, привет, так, что-то, по-моему, у меня сообщения, чуть тормознулись, а, нет, Оль, чем ты мотивируешься, когда раскрепощаешься в плане тела абсолютно бескомплексно, хочу такому же научиться в детстве послушать, я просто считаю, что тело не главное, мое тело не идеально, и идеально в это же самое время, понимаешь, то есть я для того, чтобы я каждый раз через тело, возможно, я просто не застряюсь вообще, тело голое, заскрепощенное, нераскрепощенное, то есть я не застряюсь на этом моменте, для меня важно передать ощущение, если для этого требуется, ну, не то, что требуется, если для этого я чувствую, что мне нужно, там, не знаю, снять кофту из серии, то я, и это обязательно, это не как самоцель снять что-то из себя, или там быть, я не знаю, в белье, или там в купальнике, а если это требует для того, чтобы что-то вам передать, то я это делаю, но без надобности, я не сумасшедшая вроде, поэтому я в этом смысле отношусь очень просто, но если ты говоришь, ну, для чего-то, для обычной жизни, или там, если ты к чему-то идешь, к своим целям, мне кажется, просто нужно принимать себя, и понимать, что ты не можешь быть идеально для всех, ты можешь быть идеальной только для себя, ну, то есть идеально не для того, чтобы, не так, чтобы себя культивировать, да, свое тело, там, свою внешность, я вообще не очень люблю на этом фокусироваться, на внешних факторах, которые особенно ты не можешь изменить, к примеру, тебе твои родители, Бог подарил, то, какая ты родилась, и это нельзя, нельзя изменить, но ты можешь себя совершенствовать, вот это здорово, к примеру, заниматься спортом, там, ну, не знаю, как-то себя украшать вот такими вещами, вот, ну, в общем, нужно себя принимать, однозначно, себя любить в этом смысле, что, и, и, и себя любить в любом весе, в любом, как бы, в виде там, и утром, и вечером, ну, так, мне так кажется, но, во всех случаях, это я так чувствую, вот, кстати, так, еще смотрим, перешли жить после смерти, да, однозначно, длинные волосы, или короткие, но, для меня, я люблю больше на себе длинные, хотя я сейчас подстриглась, сынок, привет, казахстан меня любит, спасибо, я вас очень люблю тоже, у меня, кстати, есть одна идея, которую я очень скоро поплачу в жизни, она связана именно с этой страной, но я не буду забегать вперед, потому что я сегодня все спойлю, просто я сегодня спойлер номер один, реально, то, что я вам сейчас говорю, кстати, про этапы, где будет психолог, ну, то, что я перечисляла, ДТ, это лжи, там, вот это все, мне вроде никто сейчас не пишет из офиса, Катя Минцова, я тебя тоже люблю, никто еще этого не знает, потому что, по-моему, я реально сказала что-то лишнее, ну, уже, как бы, я уже сказала, все, сказала, если что, так что, никто меня не ругайте, ну, да, я сегодня, на самом деле, вот, пройти этапы, это вы, мы не говорили об этом, ну, во всяком случае, они не говорили, а я все секреты выдала, ну, а что делать, вот так, ну, реально, потому что я с вами делюсь тем, о чем, о чем я переживаю, и я знаю, что вы меня понимаете, но те, кто постоянно за мной следит, или те, кто сейчас случайно, здесь, на моей трансляции, я хочу вам сказать спасибо, что вы смотрите, надеюсь, вам интересно узнать о группе Серебро, о нас, обо мне лично, потому что, я говорю очень открыто, откровенно, вам не жалко Фалина, на фабрике, вы не говорили даже слова, я уже об этом говорила, что мы не те, кто раздают слова, мы пришли в гости, на фабрику, нас пригласили для того, чтобы Рада мечтала с нами спеть, мы пришли к ней, она очень волновалась, буквально, она была очень счастлива, потому что мы пришли, и мы с большим удовольствием сделали это, хочу сказать, что Рада, на самом деле, очень милая девочка, вообще очень клевая, поэтому слова мы не распределяли, мы спели ровно так, как нас, как нас попросили спеть, Дагестан тоже очень хотим, я давно очень не была в Дагестане, где Крит, я, кстати, не знаю, где Крит, мы в Нижнем были, вот буквально пару дней назад, ну что, спрашивайте меня что-нибудь еще, привет, как ты стала звездой, но я не люблю слово звезда, звездой я стану тогда, когда я увлечу на небо, а пока я просто человек, которому есть что сказать, и я хочу говорить до тех пор, пока, если говорить про артистическую мою, там, там, не знаю, карьеру, работу, как угодно, хотя я не называю это карьерой никогда, потому что карьера это что-то, к чему ты идешь очень вот здесь, когда ставишь цель, вот именно конкретно это, а я делаю просто то, что я чувствую, до тех пор, пока мне будет, что сказать людям, ну, я буду чувствовать, что есть что-то, что я должна сказать, ну, не факт, что вам это надо, но я буду чувствовать, что кому-то это надо, я буду петь, а если я почувствую, что я уже высказалась, тогда, наверное, нет, посмотрим, я ничего не хочу загадывать, может, я буду до 100 лет петь, уже буду бабкой, и вы мне будете говорить, ты что такая страшная, вот, так, что еще, еще, у тебя есть подруга, с криптонит, реально очень часто, у меня, ты больная, это, я не знаю, это констатация факта, того, что я сейчас кашляю, или, или просто, что я больная, ну, типа, здесь, ну, ку-ку-ку, у меня, возможно, иногда летает, ну, что, ой, мне, кстати, вот, уже, пишут из офиса, на меня ругаются, что я выдаю все, все то, что не должна еще рассказывать, так, сейчас я вам отвечу, что, ну, и ладно, сейчас, сейчас, да, две секунды, итак, ну, в общем, ладно, короче, все, с ним разобрались, сказала им, что все нормально, итак, ну, они не то, что наругались, просто они не планировали об этом говорить, видимо, заранее, а я сейчас все растрепала вам, ну, я подумала о том, что ничего страшного, у меня лично у вас, не то, что нет секретов, но я хотела с вами поделиться, потому что, на самом деле, это то, о чем я сейчас переживаю больше всего, все эти этапы, они, на самом деле, очень серьезные девочки, мне кажется, тоже очень переживают, на самом деле, если бы я находилась на их месте, мне кажется, я бы, ну, я не знаю, я бы так переживала, я вот сейчас даже, например, вспоминаю, когда у меня были этапы в кино, я, правда, не знала, я никакого не видела, кто пробуется на эту, на мою роль в кино, еще, кроме меня, я вообще думала, что я одна единственная, ну, я в душе, конечно, понимала, что, наверное, кто-то еще есть, но я об этом вообще не думала, и мне было просто очень за это, то есть, я приходила и на релаксе делала, там, что меня просили, и я понимала, что, грубо говоря, даже если мне откажут, ничего страшного не случится, вот, я была, из-за того, что я была спокойна внутренне, у меня все получалось, видимо, так, как хотел от меня Жора Кружевников, режиссер кино, вот, из-за того, что девочки все вместе, втроем, они, конечно же, там, наверное, уже, может, подружились, начали общаться, но при этом всем они понимают, что они так или иначе конкурентки друг к другу, и выберут одного из трех, поэтому, наверное, им сейчас очень сложно, как психологически, так и, ну, и физически, потому что очень много всего сейчас с ними будет происходить, так, Оля, привет, значит, скажи привет Баку, Баку привет, он, так, была всегда уверена, хочу быть на тебя похожей, люблю тебя, спасибо, без мер, на самом деле, я вообще не могу сказать про себя, что я уверенный в себе человек, ну, то есть, я верю в свои силы, но я очень часто сомневаюсь, если не всегда, из-за того, что я сомневаюсь, я, на самом деле, внутри очень часто тушуюсь, я не знаю, получится мне что-то или не получится, но я просто работаю, просто стараюсь, я просто делаю так, как я чувствую, делаю на максимум, и у меня просто есть еще такая защитная реакция, наверное, когда я очень волнуюсь, я веду себя просто, вообще, супер уверена в себе, на самом деле, я в душе такая, поэтому просто замените ваше волнение на какое-нибудь, на что-нибудь другое, Оля, вы очень красивая, не секрет, кто по национальности, спасибо большое, у меня есть, ну я, наверное, смешанная кровь, цыганская, русская, папа цыган, сериалы я вообще не смотрю, только одни, один единственный сериал, это Шеймлесс, в последнее время смотрела, потому что на сериалы нет времени, вообще, да, английский я знаю, я переводчик английского, немецкого языков, что-то с любовью, как обстоят дела, а, я пока, нет, наверное, я пока не влюблена, но я нахожусь в другом состоянии, иногда, не нужно быть физически влюбленным, я какая-то сейчас просто, я влюблена сейчас в жизнь, вот такое, мне все нравится, все интересно, книги, какие читаю, я сейчас, ну, читаю, начала читать про Бродского, Бродского и все о Бродском, я вообще, когда изучаю, какого-то, ну, например, читаю кого-то, мне кто-то нравится, я начинаю изучать все, все, что связано с ним, вот, Бродский меня сейчас очень интересует, это, он, это не, не мой душевно поэт, да, так скажем, но он очень интересный, поэтому я его сейчас изучаю, еще очень люблю Мандельштама, тоже где-то рядом тут у меня, я не игнорю вопросы, я просто читаю то, что успеваю рассказывать, видимо, я очень широко отвечаю на вопросы, поэтому многое пропускаю, что за помада, помада Сифура, правильно назвать Сифура, ну, я называю всегда Сифура, она, кстати, самая стойкая, люблю ли я слушать свою музыку, ну, нет, я, ну, то есть, как, если я попадаю, мне приятно ее слушать, если там дома, в плеере, там, где угодно, то я слушаю ее, но нет такого, что я специально там хожу и закидываю себе, себя, музыку, который мы же делаем, хотя, когда что-то мы только написали, я могу там сутки слушать, ну, например, когда мы только что это сделали, мне нравится, вот, итак, ребята, сколько мы уже сидим, мне кажется, я все рассказала вам, потому что все остальное, вот, наверное, самое важное, что волнует, поделила с вами, почитала ваши вопросы, всем городам передаю привет, love you too, baby, мне кажется, мы поболтали, если, если вам понравилось, я рада, если нет, ну, ну, в смысле, я не то, что, я не болтала для того, чтобы вам нравится, я просто хотела с вами поговорить о том, на самом деле, о чем меня волнует, потому что с Катей я уже не могу, про это говорить, ни с кем с работы не могу, потому что мы все заинтересованы, даже с Ирмой не могу об этом говорить, потому что Ирма тоже так же волнуется, как и Ирма, это моя лучшая подруга, многие знают, ну, короче говоря, вы, в общем, мы все варимся в одном котле, мы все переживаем, все волнуемся, но я думаю, что скоро все будет понятно, известно, я надеюсь, что все девочки будут достойны, пройдут детекторы лжи, на самом деле, правда, я, если кто-нибудь из них сейчас смотрит, хочу сказать, девочки, будьте просто честными, говорите открыто и говорите правду, даже если она, вы можете подумать, что она вам не понравится, вообще, мне кажется, когда ты врешь, тебе нужно столько всего помнить, ну, вообще, сколько ты соврал, а когда ты говоришь правду, это очень просто. Я передаю всем привет своим стихом, я не хочу читать свои стихи, я их не люблю читать сама, пока не люблю, потому что, мне кажется, я неправильно это делаю, плохо это делаю, я внутренне читаю их красиво, так как я знаю, как они должны звучать. Но я не умею пока сама это делать, поэтому если я вдруг почувствую, что вот я так должна это делать, я вам обязательно начну читать. Я даже запишу их, возможно. Кстати, если вы хотите, чтобы я записала, хотели бы слышать мои стихи мной прочитанные, напишите мне об этом. Все, я всех целую. Спасибо вам большое, что были со мной. Пока.